Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как маньяк, нападающий, ну, я имею в виду, вот, там, не знаю, вор или кто-нибудь еще, ну, значит, задумывались ли вы над тем, как эти люди находят свою жертву? Задумывались ли вы над тем, как эти люди выбирают себе объект, на который будет направлен их, ну, например, негатив, их агрессия и так далее? Задумывались ли вы когда-нибудь на эту тему? Кто-то мне подсказывает, что нет. Я рекомендовал бы вам подумать о том, как люди выбирают себе жертву, как, почему они это делают, что заставляет их это делать и так далее. Вы знаете, вы много-много-много для себя могли бы открыть и увидеть, если бы посмотрели на это именно вот в такой позиции. Почему? Потому что жертва почти всегда выбирается, исходя из того и потому, что у нее кризис. То есть, если у человека кризис, если видно, что человек как-то вот, значит, ну, в состоянии потерянности находится, то с большей долей вероятности можно говорить, что такого человека обязательно ждет нападение. Поэтому дело здесь не в том, что почти все случайно стен на вас напал кто-то. Дело совершенно не в этом. Дело в другом, что вы, естественно, не осознанно, естественно, не бессознательно, но вы вели себя так на вас напал человек. Так, знаете, есть здесь две грани. Две грани. Очень тонких, на мой взгляд. И вы знаете, эти грани, они представляют из себя следующее. С одной стороны, с одной стороны, человек как бы обвиняет другого, ну, например, я обвиняю вас в том, что вы, значит, сами спровоцировали. Жертву. Агрессор. Я обвиняю вас. Прав ли я в том, что обвиняю вас? Нет. Конечно, не прав. Потому что вы это сделали не специально. Вы этого не хотели, вы этого не могли хотеть, вы не знали. То есть глупо думать, считать, что вы сами виноваты в том, да, что на вас напал там грабитель, например. Глупо думать, что вы виноваты в этом сами. Но, тем не менее, вы его провоцировали. Не особенно, но провоцировали. И вопрос заключается в том, на самом деле, чем вы его провоцировали. Как? А провоцировали вы его, конечно же, своим потерянным состоянием и кризисом. Или, говоря грубо, определенной безответственностью своей жизни. То есть вы уже давно, уже какое-то время продолжительное, я бы сказал, не несете ответственности за себя. И судя по тому, что вы ищете, я полагаю, что в некоторой степени, в какой-то степени, скорее всего, вы обвиняете себя за то, что ваша мама, ну, умерла. И наказывайте, 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 наказывайте себя за это. Наказывайте вы себя разными способами, например, тем, что над вами издевался парень и так далее, и так далее. Вы это делали, опять же, бессознательно, это нужно понимать. Все это происходит с вами бессознательно, вы это делаете не специально, но, тем не менее, это происходит. И нужно понимать, что происходит это не случайно. У этого есть причина, у этого есть основания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни наступили перемены, если вы хотите, чтобы в вашей жизни произошли изменения, то нужно начинать с вами работать. Обязательно. Обязательно. То есть, вы тем, что боитесь, тем, что постоянно у вас на страхи и так далее, вы достаточно негативно, к сожалению, влияете на своих детей. И если вы не хотите, чтобы ваши дети страдали, если вы не хотите, чтобы вашим, чтобы ваши дети, чтобы вашим детям передаст этот страх, эту неуверенность, это вот все переживания, которые у вас, то я полагаю, что самым правильным здесь будет только работа над собой. во-первых, вернуться туда в то время еще до того, как ваша мама умерла. Вернуться туда и постараться увидеть, как вы жили тогда. Вернуться туда, какие отношения были у вас с вашей мамой, какой вы были с вашей мамой, что вы хотели с вашей мамой, какой ваша мама хотела бы вас видеть, какой она хотела вас видеть, точнее, не какой бы, а какой хотела видеть. Это более правильная установка вопроса. Насколько это влияет на вас, ну вот, насколько влияет то, какое она хотела вас видеть, какое она видела вас, по вашему, по вашему, опять же, мнению, какое она видела вас. Вот эти все вопросы требуют выяснения для того, чтобы мы могли вам помочь, чтобы мы могли облегчить ваш страх. далее, почему вы позволяли парню над вами издеваться? То есть вы как бы сами говорите, что вот он надо мной издевался, да. Но я позволял ему издеваться. Зачем? Почему? Откуда такая же программа, ну я имею ввиду программа нацелена на то, чтобы себя унижать или принижать, например. Вот с этими всеми вещами нужно с вами разбираться. То есть здесь и самооценка, безусловно, здесь самооценка, это безусловно. Здесь и принятие себя, и чувство вины, и так далее. Постоянная тревожность, это означает, что ваша модель поведения, которая сейчас у вас есть, она не отвечает тому, что вам нужно. Ваш страх, ваш страх, это своего рода сигнал о том, что так как вы живете сейчас, нельзя жить. Так как вы живете сейчас, вы живете в убыток, как бы себе. вы живете в кредите. И постоянно расплачиваетесь вот, собственно, этим страхом. Постоянно расплачиваетесь этими переживаниями, постоянно расплачиваете с тревожностью, а вместе с этим и расплачиваются ваши дети. Постарайтесь подумать, какой момент и почему вы перестали нести ответственность за себя. Постарайтесь подумать, в какой момент и почему вы сложили с себя ответственность за свою жизнь. отвечать за то, что вы делаете. Постарайтесь на эту тему. Постарайтесь подумать, в какой момент, когда вы перестали самостоятельно нести ответственность за то, как складывается ваша жизнь. отвечать за то, что вы делаете. Постарайтесь на этой теме подумать, а еще лучше, еще лучше, если вы сами для себя также постарайтесь увидеть, зачем, для чего вы это сделали. Грубо говоря, почему вы не несли ответственность за себя? Ведь вы ее не несли, это очевидно. Вы ее не несли, потому что сейчас не несете. Вместо того, чтобы корректировать свою модель поведения, вместо того, чтобы что-то делать, вы просто боитесь. Понимаете? Из Кореции у вас себя обвиняется. Далее. Очень сильно проявляется то, что вы не несете ответственности за свою жизнь в том, что вы отдали телефон и деньги человеку, который на вас напал. То есть вы не можете за себя постоять. Это и есть безответственность. Вы говорите, что вы мама, вы говорите, что у вас есть маленькие дети, значит есть и отец этих детей. И если есть отец этих детей, то я бы очень хотел, чтобы вы постарались увидеть, какие у вас отношения с этим отцом. Я хотел бы, чтобы вы постарались увидеть для себя хотя бы, какие у вас взаимоотношения с отцом, с детей. Потому что для меня представляет важность и довольно серьезную важность, то насколько вы с ним близки. Потому что если вы с ним близки на достаточно хорошем уровне, то ладно, насколько вы ему доверяете. Высказываете ли вы ему все, что вас волнует или не высказываете все, что вас волнует. Если не высказываете все, что вас волнует, то почему? А высказывали ли вы когда-нибудь ему о том, что вы боитесь? Разговаривали ли вы об этих своих страхах? Чего именно вы боитесь? Доверяли ли вы своему мужчине? Понимаете? На мой взгляд, это очень важные моменты, о которых в любом случае вам необходимо подумать. Ведь этот мужчина с вами, вы свою жизнь связали с ним. Чем обусловлен ваш выбор? Насколько вы ему доверяете? Понимаете? Так что я полагаю, что в этом направлении вам и нужно двигаться. Безусловно, потеря вашей мамы – это очень тяжелая травма психологическая для вас. И с этой травмой нужно разбираться одним вопросом и ответом здесь не обойтись. И, соответственно, нужна регулярная работа по корректировке, проработке, принижению ваших негативных элементов в поведении. На этом все. Надеюсь, что помогу вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Значит, пока, пока. То, что вы можете делать уже сейчас – это, во-первых, освоить техники релаксации. Обязательно. То есть, это дыхание, это диапрагма, то есть, можно это сделать. Можно это сделать. То есть, освоить техники релаксации. Обязательно. Это первое. Второе. Значит, в том, что касается страхов, да, вот в том, что касается того, чего вы боитесь, я предлагаю вам подумать вот о чем. Когда вы боитесь, вот когда вы испытываете страх, я бы хотел, чтобы вы со мной в семье задали вопрос. Вопрос. А именно. Вопрос такой. Чего я боюсь? Конкретно. Ну вот конкретно. По факту, если. Чего я боюсь? Что заставляет меня бояться? Далее. Произошло ли то, чего я боюсь? Ну, то есть, грубо говоря, случилось ли то, чего я опасаюсь? Понимаете, да? Значит, если случилось, если вот то, чего я боюсь, случилось все-таки, ну или случится, либо случилось, либо случится, если, то насколько это будет страшно для меня? По факту. По факту. По факту. Далее. Случилось ли это сейчас? На данный момент то, чего вы боитесь? И, конечно, последнее, что я могу сделать, вот конкретно, что я могу сделать, чтобы этого не бояться. То есть, грубо говоря, понятно, что вам никто не может гарантировать и не гарантирует, что того, что с вами произошло, я имею в виду вот как раз вот этой вот истории, да? Когда к вам человек пристал. Вам никто не даст гарантии, что этого больше не случится. И было бы странно, если бы кто-то дал эту гарантию. Вот. Но это не значит, что этого нужно бояться. Просто нужно сделать так, чтобы этого больше не произошло. И вопрос заключается в том, что именно можете сделать вы, чтобы не произошло того, чего вы боитесь? Вот именно об этом я и предлагаю вам подумать. Ведь это важно не только для вас, но и для детей. Для ваших детей, которые чувствуют ваши страхи. И, ну, скорее всего, не очень понимают, из-за чего они эти страхи. То есть, ну, просто. Почему они имеют место быть? Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам удачи. Всего доброго. Пишите. Спасибо. Давай выйти.